Здесь мы пытаемся понять, что же такое старение. Причём это комплексные работы с участием биологов, математиков, врачей и социологов. Можно ли дожить до 100 лет и каким будет лекарство от рака? Как научить искусственный интеллект видеть? Ответ на этот ещё сотни вопросов ищут в Нижнем Новгороде, в университете имени Лобачевского. Можно заниматься везде, где есть возможности. И нет российской науки, нет американской науки. Есть наука и её отсутствие. Как правило, все крупные научные проекты, они международные. Здесь не боятся утечки мозгов. Делать большие открытия и быть востребованным можно теперь у себя дома. Впервые за 30 лет российская наука молодеет. Учёного очень изменился, это очень радует. Как мы видим, очень молодой коллектив. Почему радует? В принципе, работать в молодом коллективе очень приятным, потому что рядом с тобой такие же горящие глаза. В университете Лобачевского пытаются решить ещё одну непростую задачу. Как научную идею превратить в полезное изобретение? И кажется, нижегородские учёные уже нашли свою формулу. Ситуация, которая сейчас сложилась как в 19, показывает, насколько сейчас важны именно исследователи, учёные, причём именно это биологи, химики, медики. И, несомненно, это стало актуальной профессией. И я, если честно, горжусь, что я учёный. Противораковые препараты нового поколения. Передавая всей мировой фармацевтике, химии и медицины. Над поиском нового лекарства работает и команда Александра Нючева, одна из самых молодых в университете. Мы находимся на кафедре органической химии университета Лобачевского. В этой лаборатории студенты, аспиранты и молодые учёные занимаются разработкой и синтезом биологически активных соединений. То есть это те молекулы, на основе которых могут быть созданы медицинские препараты. Синтезированные нижегородскими исследователями молекулы как бы запускают иммунитет. Он начинает видеть раковые клетки и сам их уничтожает. За исследованиями 34-летнего учёного из России вот уже несколько лет следят по всему миру. Успехи есть. В том числе и нашей группой разрабатываются активные молекулы, которые проявляют высокую, значительную активность против различных видов опухолей, что доказывается биологическими тестами и что дальше подтверждается публикациями в ведущих мировых научных журналах, также патентами российскими и в том числе мировыми патентами. Над препаратом от рака нижегородские учёные работают совместно с зарубежными коллегами. Каждый выполняет свою часть исследований. Вполне возможно, что синтезированные российскими химиками соединения когда-то станут спасительным лекарством. ИТ бывает очень разным. Подойти в быту обычно понимают как системах администраторов, так и программистов, исследователей, разработчиков алгоритмов, разработчиков искусственных интеллектов. Любого из лаборантов этой ИТ-лаборатории будут рады видеть ведущие мировые компании. Охотятся за специалистами. Из университета Лобачевского они начинают чуть ли не с первого курса. Традиции советской математической школы здесь удачно совместили с современными технологиями. То, что мучает у нас ВТММ, это технологии, которые позволяют не просто пользоваться информационными системами, а создавать что-то новое, создавать новые алгоритмы, новые подходы к решению сложных задач. Гранты от ведущих частных компаний, поддержка государства и возможность реализовать свои идеи – главные составляющие формулы научного успеха. Кажется, что вроде бы уже изобрели все, даже в компьютерном зрении все равно появляются задачи, которые еще не решены, которые требуют очень больших данных для того, чтобы к ним подобраться. Но это далеко не предел. Компьютерное зрение. Благодаря нему искусственный интеллект, например, открывает владельцу доступ к смартфону, ищет преступника в толпе и даже определяет раковые клетки в теле организма. Или вот еще важная задача – научить компьютерное зрение с высоты полета дрона разглядеть зараженные растения. Есть варианты, когда дрон летает с этой мультиспектральной камерой. Есть вариант, когда со спутника гипоспектральное изображение. Но лучше все, конечно, чем ближе изображение, тем лучше мы можем находить как раз недостаток воды, либо болезнь на ранних стадиях, там, второй, третий, пятый день, а не когда уже мы видим это по листу глазами. Вместе с медиками в этой лаборатории сейчас работают над специальной программой. Она сама будет составлять алгоритм операции на основе биометрических данных конкретного пациента. Врачи это избавят от ненужной рутины, время ожидания операций уменьшится в разы. Компьютер на основе огромного массива данных рассчитает все сам. Это только кажется, что химия – это взрывы, какие-то яркие краски. Чаще всего химия – это такой, может быть, невидимый, но кропотливый труд. Что сейчас здесь происходит? Здесь мы изучаем структуру кристаллических соединений. В этом скромном по размерам кабинете бьются над глобальной проблемой современной химии и биомедицины. Молодые ученые ищут достойную замену человеческой костной ткани и разрабатывают новые материалы, которые смогут стать аналогом человеческой кожи. Вещества облучаются инфракрасным излучением, мы заставляем атомы колебаться чуть-чуть сильнее. И по изменениям колебаний мы можем посмотреть, как они располагаются друг относительно друга. Самое сложное – сделать так, чтобы материал максимально близко повторял все особенности настоящей биологической ткани. От эмали, что защищает зубы, до конкретных костных фрагментов, что смогут заменить травмированные участки. Открытие, которое будет достойно Нобелевской премии. Всем хорошо известно, что каждый день, каждый год огромное количество травм, связанных с дефектами костной ткани, с переломами и так далее. То есть пока не найден идеальный материал, пока нет такой технологии, которая бы позволила раз и навсегда закрыть эту проблему, поиск бесконечен. Дать ученым время на этот самый поиск – задача непростая. Наука не всегда бывает быстрой и коммерчески выгодной, а ведь оснастить даже небольшую лабораторию стоит миллионы рублей. И главное – как сделать так, чтобы талантливые исследователи делали открытие у себя дома. Если молодой человек, аспирант говорит, хочу поехать за границу, ради бога, езжай на стажировку, в нужное правильное место, как ты привезешь новую методику, и наша лаборатория вдохнет новую жизнь и получит новые результаты. Кроме того, съездя за границу, они понимают, меняется менталитет, что у нас такие же головы, такие же умы, и главнотехнические возможности такие же, как за границей. То есть это перестает быть чем-то таким запретным, манны небесной. Съездили, посмотрели, ну, китайцы, индусы в той же научной лаборатории. Ну, мы же не хуже. Научились тому, что надо, и возвращаемся домой делать науку. Удержать молодых ученых и дать возможность делать открытие мирового уровня – одна из задач научно-образовательных центров. Нижегородские, куда входит университет Лобачевского, один из 15 открытых в России. Такие центры, с одной стороны, ищут инвесторов, кому нужны технологии, с другой – помогают ученым, кто эти технологии развивает. Именно здесь мы пытаемся понять, что же такое старение. Причем это комплексные работы с участием биологов, математиков, врачей и социологов. За здоровую старость здесь бьются совсем молодые ученые. Состав этой лаборатории преимущественно женский. Под руководством итальянского наставника, известного на весь мир, нижегородские биологи, генетики и социологи ищут формулу молодости. Сейчас очень важно понять, почему, например, очень много гибнет именно взрослого поколения. За счет чего? Какие аспекты на это влияют? Это ведь не просто так. Есть же какие-то, возможно, нейритеративные заболевания, которые возраст-зависимый имеют аспект, и именно поэтому люди гибнут. Это необходимо для изучения. Это факт, который действительно пойдет в практику. То, что состояние организма не всегда соответствует возрасту в паспорте, известно давно. Но как это вычислить и сделать правильные выводы для здоровья, знают немногие. Исследователи из Нижнего Новгорода составили специальный калькулятор, который по составу крови помогает определить биологический возраст. Следующий этап – исследования на генетическом уровне. Более точные и сложные. То есть, поскольку мы университет классический, то мы можем подключить к этой проблеме и социологов, которые нам подсветят проблемы социологически устареющего населения, и наших спортсменов, которые готовят профессиональных тренеров, и наших реабилитологов, и плюс еще диетологов. То есть, нам важно человеку сказать не только паспорт здоровья о том, что у него есть особенности старения, отличающие его нижегородца от других, но и дать рекомендации, что с этим делать. Чтобы составить генетический паспорт здоровья, сейчас нужно проанализировать сотни тысяч показателей генома. В будущем это должно быть доступно в любой поликлинике. Это может помочь скорректировать образ жизни, избежать болезней или продлить жизнь. Образ ученого очень изменился, это очень радует. Как мы видим, очень молодой коллектив. Почему радует? В принципе, работать в молодом коллективе очень приятным, потому что рядом с тобой такие же горящие глаза. Почему это престижно? Потому что очень много возможностей для самореализации. То есть, когда ты себе задаешь вопрос, куда пойти, то именно возможность самореализации, а в науке она очень большой спектр для этой реализации, он подкупает. Про оплачиваемость науки тоже сейчас грех жаловаться. Очень много грантов, причем гранты с ведущими учеными заграничными, различные мегагранты, например, на котором я также работаю. Поэтому и в этом отношении тоже плюс огромный. Один из актуальных проектов нижегородских биологов и медиков посвящен ковиду. Ученые ищут способ, чтобы врачи могли заранее предвидеть течение болезни. Здесь же изучают тайну бессонницы. Один из самых распространенных недугов в мире. Сейчас мы регистрируем электрическую активность головного мозга или электроэнцефалограмму. Ну, как правило, это используется для изучения работы мозга. Лаборатория киберпсихологии. Модная и относительно молодая наука. С помощью показателей, полученных на медицинских аппаратах, здесь пытаются рассмотреть душу. Конечно, в переносном смысле. Здесь у нас в лаборатории мы прямо сейчас пишем электроэнцефалографию. То есть, это электрическая активность мозга. Также мы можем здесь писать все электрофизиологические сигналы. Электроакулографию, электромиографию, кожно-гальваническую реакцию, то, как у нас меняется проводимость кожи. Электрокардиографию. И мы смотрим, как у нас эти сигналы ведут себя у человека в контексте самом разном. Начиная от каких-то клинических кейсов, условно, которые вот здесь. И также можем моделировать различные контексты в условиях виртуальной реальности. Например, предсказать, как отреагирует покупатель на цвет упаковки. Или как поведет себя водитель в экстренной ситуации на конкретном перекрестке. Самое главное, что у следователей на руках не только теоретические выкладки, но и современное оборудование. Идею этого изобретения автор в буквальном смысле вынашивал в себе. У одного из разработчиков с детства проблемы с сердцем. А громоздкий аппарат ЭКГ не всегда под рукой. Нижегородские инженеры, математики и программисты уместили его в небольшое устройство. Оно способно много часов регистрировать показатели сердечной мышцы. Данное устройство называется мобильный кардиорегистратор. Он снимает электрокардиограмму человека в режиме реального времени. Тоже самое сейчас на тебе? Да, в данный момент данный прибор находится на мне. Крепится он на грудь. Он максимально легкий и способен работать более двух суток. Более того, аппарат подключен к суперкомпьютеру университета. А значит, предварительный диагноз можно не ждать. В том числе поэтому, по словам разработчиков, аналогов такому вроде бы простому устройству в мире еще нет. Чтобы запустить в производство, нужно всего несколько миллионов рублей. Осталось найти инвестора. В любой момент времени врач может обратиться к нашему веб-сервису. В данный момент он активно функционирует в сети интернет. И посмотреть абсолютно все необходимые характеристики, описывающие текущее состояние. Будь то ритмы, паузы, возможные экстрасистолии. И даже, как вы можете видеть, уровень стресса и некого баланса. И таких проектов только за прошлый год больше десятка. От фундаментальных исследований в области физики до простых, но очень нужных медицинских изобретений. Большинство из них сделано руками аспирантов, начинающих исследователей и молодых, но уже известных в мире ученых. Субтитры создавал DimaTorzok